Здравствуйте! Это программа «Гость в студии». Сегодня она выходит не в обычном формате, не гость приехал к нам в студию, а мы приехали поговорить с новым начальником Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия. Им стал Александр Кумиров. Республика Карелия Я бы не сказал, что всему выучиться нельзя и быть профессионалом сразу же. Тебя назначили, ты сразу док остался. Так не получится. Все равно надо учиться. Я учусь, у своих коллег учусь, потому что это специальность, это одно из видов юриспруденции, которую надо также познавать, как и уголовное право, как и другие виды деятельности. Сразу говорю, что у меня с прессой всегда были очень тесные взаимоотношения. Здесь, когда я работал в прокуратуре, сейчас в службе судебных приставов, я считаю, что с прессой надо общаться, с прессой надо разговаривать, с прессой надо слушать, с прессой надо читать. С 1 января 2012 года функции судебных приставов значительно расширили. В соответствии с внесенными Федеральный закон о судебных приставах изменениях, Федеральной службе судебных приставов переданы функции органов внутренних дел по розыску должника гражданина, розыску ребенка по исполнительному документу, содержащему требования об отобрании ребенка. Наряду с этим на службу судебных приставов возлагается функция по розыску по основаниям судебного акта гражданина-ответчика по гражданскому делу. Такие полномочия теперь переданы судебным приставам. Им же приставам на исполнение с 1 января 2012 года будут передаваться исполнительные документы о принудительном удворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лес без гражданства. Сведения о наличии банковских счетов Сведения о наличии банковских счетов было и раньше. Просто раньше это каким образом делалось? Мы направляем запрос в банк, нам отвечают, что да, есть такой счет. И потом пристав выносит постановление о наложении арестов на денежные средства, находящиеся на этом счету. Все равно это время. А сейчас, когда пристав запрашивает сведения о банке, то есть он, и если этот имеет счет этот гражданин, либо эта организация в этом банке, то сразу же уже идет, ну, не то что заморозка, то есть сразу же, если эти деньги есть на счету, они взыскиваются. Не надо уже повторно выносить постановление о наложении ареста. Уточнены также требования, предъявляемые к лицу, назначаемому на должность судебного пристава исполнителями. В частности, на должность судебного пристава не может быть назначен гражданин, который был осужден за преступление по приговору суда, вступившему в законную силу, имеет судимость, либо имел судимость, которая снята или погашена, в отношении которого шляется уголовное преследование, либо прекращено уголовное преследование за истечением сроков давности. В связи с примирением сторон, и вследствие акта амнистии, и в связи с деятельным раскаянием. Это достаточно широкий перечень ограничений, то есть это намного больше, чем имеются ограничения у государственных гражданских служащих. Кроме того, на должность судебного пристава исполнителя будут назначаться только лица, имеющие юридическое, либо экономическое образование. Это последнее изменение вступает в силу только 9 декабря 2014 года. Мы людей сразу же, конечно, не это самое, на улицу не выгоним. То есть все равно проводится работа о том, чтобы... Ну, разъяснительная работа, и люди многие поступают. Я вот сейчас подписал за эти два дня огромное количество приказов, чтобы люди ушли в отпуск для обучения. То есть они на заочном обучаются в высших учебных различных заведениях нашей корейской столицы. Поэтому здесь у нас только это приветствуется, чтобы люди получали образование, высшее образование. Почти на 90 человек мы увеличили количество людей, которые будут у нас работать, потому что те задачи, которые возложены на службу судебных приставов, они говорят о том, что надо расширять, и мы расширяемся. Это увеличение, смотрите, идет за счет приставов по ОПДС. Это вот связано с выдворением, связано с увеличившимся количеством приводов, которые возложены на приставов. И плюс это помощники судебных приставов-исполнителей. В первую очередь мне надо познакомиться со структурными подразделениями, с районными подразделениями. Я на следующей неделе планирую уже выехать в ряд районов, то есть посмотреть, как на местах исполняются и требования центрального аппарата московского, и требования законодательства. Запланирован у меня и личный прием, то есть встреча с людьми, кто захочет, конечно, прийти, поэтому через вас я обращаюсь, что кто желает, и балансирует, сортовали, пожалуйста, в указанное время на сайте есть сведения, когда будет личный прием. Это была программа «Гость в студии». Напоминаю, сегодня мы говорили с главным судебным приставом Карелии Александром Кумировым о новых полномочиях службы. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok